Здравствуйте, Арсений Селезнев-Зиробой. Вот у меня сверху тут насыпана добавка для комбикорма основной. Это смесь поверх кукурузы. Смесь идет хлебных крошек размолотых, хлеба размолотый, сухой, немножко пшеницы и костная мука. Нельзя сказать, что она достигла полностью своего мучного состояния костного. Попадаются вот даже такие экземпляры, такие вот предметы. Но видно, что он не острый, он обкатанный. Скорее всего, что где-то там у меня образовалась щель в сеточке этого аппарата. И она просто попадает в эти щели и проскакивает мимо. Вот тоже. Ну, скажем так, малыши, самые маленькие, они такое есть не будут. Насчет мозгов, не знаю, есть у них или нет, но инстинкт у них срабатывает, что такое крупное для них, это слишком большое. Такое будут есть куры, уже взрослые, и петухи. И оно у них там будет постепенно перетираться, вместе с камушками будет болтаться и перетираться. Точно так же, как перетирается кукуруза. То есть оно не намного больше, чем кукурузное зерно. Даже тут, скорее всего, даже меньше. Чистую кукурузу я не даю, и даже мои куры иногда, когда-то им насыпало, они просто отказались его есть. Чистую кукурузу. Ну, вот так выглядит костная мука. Ну, нельзя сказать, что первый сорт, это уже два раза перемолото. И сейчас будет еще раз, два раза перемалываться вместе с комбикормом. Я надеюсь, что они просто разобьются на более мелкие кусочки. Вот такие вот получились кругляшки. Лыши, можно так сказать, даже. Ну, я думаю, что, в принципе, все нормально. Цыплятам уже можно давать. Цыплята у меня уже повзрослели, уже 23 июля. Четвертый выводок взрослый. И я даю кости. Перед этим кости выглядели вот так. Это в основном куриные кости. Череп куриный. Все разбивается вот такой вот палкой, киянкой, куском доски. Там даже выщербленные видно. И затем перемалывается два раза. Потом еще два раза, и я думаю, что оно будет там довольно мелким. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, Зверобой. Кормите комбикормом с добавкой костной муки собственного производства. Смотрите обновления. Пока.